А перед началом ролика хотелось бы вам предложить вновь поиграть в рейтинги, как мы играли в рейтинги в конце прошлого года. Только тогда мы играли с масс-маркетным пивасом, а сегодня я предлагаю поиграть с русским имперским стаутом. До конца этого года мы будем, как и в прошлом году, набирать определенные перечень из пиваса, которые вы будете забивать в форму. Ссылочка на которую будет в описании. А в самом конце с дядей Юрой мы выберем 5 штук. 5 штук, на этот раз только 5 штук. Во-первых, потому что, возможно, какие-то позиции будет проблематично найти. Ну а во-вторых, это все-таки русский имперский стаут, крепкий напиток. И 10, 10 экземпляров на обзор тащить было бы, наверное, кощунством. В общем, включайтесь в игру, дерзайте! Здравствуйте, друзья, с вами снова Аркадий Панкратс. И сегодня будет достаточно необычный видос, поскольку в нем мы не будем оценивать прямую вкусовые особенности пенного напитка. Наоборот, для этого видео я подобрал такую конкретно мерзкую подборку из масс-маркета, которую, возможно, спасет вот этот вот самый приборчик. Называется он Фоамер, и был придуман и сделан специально для того, чтобы как раз-таки улучшать вкусовые свойства того или иного пиваса. Сразу хочется сказать, что это никакая не реклама, поскольку вот эту самую коробочку мне подарили коллеги с работы на день рождения, и хотелось бы с помощью него потестить, потестить свое чувство плацебо. Погнали! На сайте продавца написано следующее. Это ультразвуковой Фоамер Гринхаус, созданный в Японии, который позволяет всего за несколько секунд насытить пиво мельчайшими пузырьками углекислого газа, чтобы полностью раскрыть его вкусовые качества и получить идеальную шапку пены. После обработки насадкой Гринхаус обычное баночное пиво приобретает вкус и аромат напитка, только что налитого из бочонка в вашем любимом пабе. Основа конструкции – компактный, но мощный ультразвуковой генератор колебаний. Волны высокой частоты заставляют жидкость пульсировать тысячу раз в секунду для получения пузырьков углекислого газа диаметром всего 30 микрометров. Именно они влияют на восприятие вкуса и аромата пива и формируют плотную пену, улучшающую текстуру напитка. В отличие от ультразвуковых устройств предыдущих поколений, которые представляли собой громоздкие кувшины и предназначались для использования в барах, Гринхаус удивительно компактен. Миниатюрный прибор весит всего 74 грамма и работает по проточному принципу. Использовать его просто и удобно. Все, что необходимо сделать – надеть насадку на банку и налить пиво в бокал. Вот такая вот забавная тетяха, дамы и господа. Я предлагаю, собственно, долго не затягивать и начать прям с того, что стоит ко мне ближе всего. А именно вот с этой зеленой баночки с клинским. Если честно, я вот вообще конкретно не помню, когда последний раз я пил клинское. Это было, наверное, в начале 2000-х годов, когда я ехал с работы и позволял себе сухарики и клинское. Так, написано, что надо натянуть фомер на баночку. Вот он достаточно плотно налился. А давайте сначала нальем просто бокальчик клинского без фомера. Там тоже есть своя инструкция, которая лежит в коробке, как правильно наливать. То есть, надо налить примерно где-то три четверти бокала без включения фомера. Потом его включить и уже долить с пеной. Мне само любопытно. Давайте посмотрим, как работает вся эта конструкция. Как раз не буду делать промоточку, чтобы было хорошо видно. Так, ну вот так вот мы простенько-простенько наливаем. Ну, ну, достаточно. А теперь включаем. Тут сзади есть кнопочка. Нажимаем. Загорается огонечек. Погнали. Воу-воу-воу-воу. Ни хрена себе, сказал я себе. То бишь, чтобы вы примерно понимали, по консистенции данная пена очень сильно напоминает всем вам хорошо знакомый Гиннес, который прямо идет с азотной капсулой, который капитально бархатист, который капитально плотен в своей пене, я имею в виду. И вот здесь вот образовалась та же самая фигня. То есть, даже если присмотреться, присмотреться на свет, то пузырьки пены, из которых состоит, собственно, она, они прямо настолько милипиздрические, что едва-едва заметны глазу. Едва заметны глазу. Ну, что касается этого напитка, вы все видите сами. Цвет я не буду оценивать. Давайте вот оценим именно вкус. Ну, и запах. Заодно давненько я не нюхал Клинского. Ну, кстати, так сладенько, солодовенько. И я не скажу, что уж прям совсем-совсем капитально отвратительно. Но давайте пробовать. А вот на вкус, на вкус уже все не так сладенько и неотвратительно, как показалось мне в самом начале, поскольку это просто солодовая, чуть по-со-двашеная вода, которая имеет на остатке такой суховатый след, который, возможно, должен быть собой подчеркивать некий хмелек. Но, по сути, это просто какая-то тень от нормального, насыщенного, до того же лагера пусть, что как-то серьезно вообще к этой банке относиться нельзя. Но давайте теперь обратим свой взор к соседнему бокалу, где уже вот эта вот самая фомеровская пеночка начала потихоньку спадать. И посмотрим, что здесь. Ну, собственно, от пены пахнет аналогично, что тут, что тут, а вот что внутри. Забавная фигня. Я не могу сказать, что это пиво стало вкуснее, прям вот капитально вкуснее, но фоумер как-то, знаете, так сгладил краски, что ли. Вот эти вот блеклые краски, вот эти вот острые углы, и получилось, ну, тоже невзрачное, тоже такое проходное пиво, но, тем не менее, оно не имеет вот этого неприятного кисло... Я уж не знаю, как оно задумывалось, ну, такого кисловатого хмелевого оттенка на конце. То есть, вот этот вот остаточный момент, он убрался, он убрался. И сейчас, ну, это просто солодовенькая водичка, достаточно мягкая, но при этом не вызывающая у меня какого-то чувства неприязни. Реально, как будто, то есть, вот фоумер как будто бы сгладил, как будто бы сгладил общий посыл, и пусть это не ярко, пусть это не как-то особо запоминающаяся и выдающаяся, но, тем не менее, это реально совершенно легче и спокойнее пьется, вот лично даже для меня, чем то, что находится в соседнем бокале. Забавная шляпа. Я до этого обзора тестил этот фоумер всего один раз, и было это со стаутом от красной кнопки, со стаутом с этими, как их там, с водорослями, и мне вкус того пиваса показался достаточно резким и необычно неприятным. Но когда я его пропустил через фоумер, вся вот эта вот огранка как будто воедино соединилась в композицию и пошел гораздо легче, без каких-то посылов алкогольных, без вот этого вот странного, кучкующегося и не особо коррелирующего с твоим привычным восприятием стаутов, и стало лучше, стало лучше. И здесь тоже определенно стало лучше. Сейчас вот эта пена уже сошла, но разница чувствуется до сих пор. Забавная фигня. Давайте теперь отставим Клинское в сторону и что-нибудь попробуем сделать с Миллером. Вот Миллер, это же прям совсем дичь. Это прям совсем дичь. Даже во времена студенческой юношества, студенческой юности, вот так вот, да, скажу, когда мои современники, хотел сказать, сверстники, любили щегольнуть вот этим самым Миллером бутылочкой по 0.33 с откручивающейся крышечкой. Оно мне даже уже тогда не нравилось. Мне Клинское нравилось больше даже, чем Миллер. Ну, если так-то посудить. Поэтому в моей памяти вообще не осталось следов от употребления сего чуда. Поэтому давайте попробуем, что получится из него. Обратите внимание, какой, ну, я не скажу, что это мерзкий цвет, но по консистенции, по-моему, чем-то мне шампанское напоминает. Пузырехи вот такие бегущие. Ну, то есть очень, очень светло-соломенное пиво. Очень. Прям, ну, очень. Опять водружаем фоумер на баночку. Опять садим в бокальчик. Достаточно, я думаю, да? Включаем кнопочку. И продолжаем. Ну, как вы можете видеть, сразу как-то, понимаете, пива заиграл, да? Вот когда он с такой вот пенющей сверху, да? Ну, прям, прям начинает играть. И у него реально, вот если я вот сейчас вот смотрю, поскольку этот пиво посветлее, чем предыдущее было, эта самая пена, она тоже имеет лавинный эффект, как в Гиннессе. То бишь, она тоже от верха нисходит к, ну, непосредственно к жидкости. И видно, как, ну, вот если будет в камеру видно, как вот эти вот самые пузырехи, они в ней растворяются. Вот видите, вот это вот такая мутная здесь окантовочка, туманная. Фиг его знает. Давайте попробуем Миллера. Ой. Ой. Ну, на самом деле я лукавлю, поскольку вот это мое ой-ой в данном случае подразумевает отсутствие всего. Ну, то есть просто такая солодовая, тупо солодовая водица. Вот такая достаточно сладковатая солодовая. И все, и все. Более я ничего не вытаскиваю носом из вот этой вот банки. Дайте залпанем. Дайте залпанем, посмотрим, что это там. А вот здесь вот вообще ничего нет во вкусе, кроме такой мерзкой, мерзкой, сладковатопритерной оконцовки, которая каким-то таким бормотушным напалмом оседает вам на основании языка и далее просто пролетает вглубь организма, не оставляя после себя ничего. Я вообще плохо себе представляю, кто употребляет подобный пивас. Он безвкусный. Он такой блекло-безвкусный, даже вот так вот можно сказать. Но он относительно такой процедвашенный. Может быть, он нравится подросткам. Фиг его знает. Кстати, сколько здесь крепость. Мне любопытно. 45. 4,7. 4,7. Ну, я эти 4,7, как говорится, с самим этим вкусом шатал, шатать, шатаю и буду шатать. Ну, вот здесь тоже пеночка начинает опадать потихоньку. По поводу запаха. Ну, он абсолютно такой же. Давайте конкретно углубимся во вкус. И здесь опять странным образом работает фомер, поскольку он убрал вот эту вот неприятную сладость на конце и оставил после себя просто просто такой вот безвкусный сладовый пивас, который, тем не менее, ну, я не могу сказать, нравится мне, но не вызывает, не вызывает чувства неприязни, не перекашивает мое лицо в унылые ухмылки. Он просто стал чище вкус. Я не очень понимаю, за счет чего и как работает данная технология, но вкус реально у пиваса чище. Возможно, конечно, тут опять-таки вот это чувство плацебо и все такое. И, ну, надо, видимо, в закрытую, хотя я себе плохо представляю. В закрытую это дело. Ну, вот тут вот я четко, отдая себе отчет, различаю вот эту вот неприятную сладовую сладчинку, барматушную, которая проваливается мне в организм на конце глотка. Да, она там есть, а здесь, а здесь ее нет. И в отличие вот от этого бокала, этот пивас я даже немножко так залпую, такими глоточками в себя втаскиваю и не ощущаю никакого раздражения по поводу вкуса. Любопытно, любопытно. Так, давайте убираем в сторону Миллер, поскольку факт работы Фомера здесь тоже зафиксирован. И обратимся к Балтике. Эх, Балтика, Балтика. Когда-то Балтика была достаточно неплохим напитком, а сейчас максимум, что я могу пить из ее ассортимента, это портер. Не знаю, как так получилось, кстати, по поводу этого портера, что раньше это была какая-то редкость, которую нигде было не достать, потом эта редкость вдруг резко появилась во всех магазинах, в другой бутылке, нежели сейчас она продается, и стоила оверсотка. То есть она стоила, я вот абсолютно точно помню, что на обзор, когда я делал обзор на Балтику-6, я ее покупал примерно за 120 рублей. Сейчас она в магазинах стоит там по 50, по 60, в некоторых там по 45, и за счет чего вот эта вот цена так резко упала, фиг ее знает. Лично я предполагаю, что это уже совсем не та Балтика-6, которую в свое время тестил известный пивной журналист Майкл Джексон, записав ее в свою книгу. Ну, в общем, наливаем Балтику. Водружаем фомер, нажимаем волшебную кнопочку и доливаем. Фомер, кстати, имеет встроенный таймер, пуньк, пуньк. Фомер, кстати, имеет встроенный таймер, то есть по истечении определенного количества времени поток пены, как вы видели, прекращается, и он автоматически выключается. Что мы имеем у нас в бокале? Тут примерно такая же картина, как и была в Миллере, да? Только я фиг ее знает, но мне кажется, что по цвету Балтика-3, она еще светлее, чем Миллер. Куда уж светлее. Хотелось бы спросить. Но, да, это такой вот солнечный, солодовый оттенок, не знаю, там, как вот трава, да, когда она жухнет, жухнет, то вот это вот сено такое, да, сено. Понюхаем. Блин, слушайте, давненько я, давненько я не впитывал в себя запахи масс-маркета, и они мне сейчас даже стали уже в диковинку. Ну, здесь примерно то же самое, что я видел в предыдущих банках, это все та же солодовая бурда, которая никаким образом, никакой ноткой своей солодовой души не проявляет себя, а только лишь, например, меня вводит в грусть. Вводит в грусть. Давайте попробуем. Черт возьми, сложно даже пивом это назвать. Я даже солода не чувствую, я чувствую какой-то вот такой спиртуозный концентрат на минималках, прям на минималках, на минималках, который собирается в некую кисловатую бурду на конце и таким взрывом СО2 пролетает тебе в желудок. Примерзейший напиток, примерзейший. Давайте посмотрим, что здесь. не могу сказать, что в данном случае фомер вытащил Балтику-3, но хочу вам сказать, он постарался. Напиток стал мягче, в который раз я это повторяю, но он реально стал мягче и минимизировал минимизировал вот этот противный остаток, который наблюдается в данном бокале. однако мощности этого приборчика все равно не хватило для того, чтобы вывести Балтику-3 в пример предыдущих экземпляров, поскольку мне даже после фомера вот этот напиток пить очень неприятно. Тут как-то округлилось вот это окончание, стало более более я не могу сказать приятным что ли, но более воспринимаемым мной. И как-то уже не хочется перекосить свое рыло в неприязни, но тем не менее вот эта вот кислинка на конце, кислинка во вкусе, она все равно сохраняется, пусть не так ярко и явно как здесь. Но тем не менее от нее никуда не уйти. Но должен вам сказать, что приборчик все-таки старается старается вывозить. Не знаю, насколько эта фигня будет интересна вам, поскольку стоит она ну прям скажем не очень дешево. я конечно встречал аналогичные приборы на Алиэкспресс, там они стоили по 3 доллара, по 5 долларов, это стоит гораздо гораздо больше, приближается в стоимости, а может и равна 50 баксам. Но я не знаю как работает то, а тут прям такая честная коробка, все на японском, мне пришлось все, что написано на этой коробке переводить с помощью переводчика на телефоне, ну знаете, когда там фотографируешь, а потом по фотографии переводишь. Несмотря на инструкцию, которая была приложена на сайте производителя, мне все-таки было любопытно, чего там понаписали японцы. Что здесь еще удобно? То есть попользовали вы пивас, попользовали пивас и простым движением руки снимайте вот эту вот самую часть. Это та самая часть, которая стыкуется непосредственно с напитком, она только подвержена воздействию влаги, через носик он выходит, а вот в этой части находятся батарейки и непосредственно сам генератор. Работает все это добро от двух батареек 3А и ну как показал сегодняшний обзор действительно работает. Правда не, ну в общем-то он со всеми пивасами проработал, которые сегодня были, но вот Балтика 3 конечно не до конца вывез, в отличие от Клинского и Миллера. Покупать не покупать тут решайте сами, можете попробовать заморочиться с темами с Алиэкспресса, но прикол этой фигни что вы можете ее везде с собой таскать, то бишь там бросить в рюкзак, положить в карман и пожалуй, пожалуй после вот этого вот самого обзора, а не после первого, когда я пробовал Stout от Red Button, я буду периодически этот приборчик вытаскивать и в таких напитках, которые немного оскорбляют мои вкусовые сосочки, пожалуй буду его использовать. Как-то так. Интересно кстати попробовать Жигулем, хотя Жигул и сам по себе такой самодостаточный напиток, но фиг его знает. В общем, как говорится, такой вот получился обзор, с вами же в очередной раз был Аркадий Панкратс, спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, отмечайте в комментариях, обязательно тыкайте в колокольчик, чтобы первым узнавать о новых выпусках, не забывайте также подписываться на мою группу ВКонтакте и конечно же Инстаграм, там бывает чаще. До новых встреч, пока и да пребудет с вами пиво. Субтитры сделал DimaTorzok